здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале в этом видео я расскажу об основных ошибках которые совершаете наверняка вы когда одеваетесь когда делаете свои ансамбли которые мешают нам всем хорошо выглядеть но самое главное все эти ошибки совершаю я и за дня в день очень часто и не придавала этим ошибкам я значения пока не стала блогером пока не стала снимать свой стрит стайл пока не стала монтировать и не стал обраковать действительно классные компоновки классные аутфиты как принято говорить на меня очень многие критикуют за нечистоту русского языка, когда не стала замечать и в итоге сложился у меня список из шести вещей, которые являются очень грубыми ошибками. Если мы хотим выглядеть хорошо, ухоженно, классно, дорого, модно и так далее, эти ошибки лучше не совершать. Итак, первая ошибка заключается в том, ее я совершаю постоянно и я ее делаю, ошибку совершаю совершенно осознанно, это я не смотрю на то, как одежда сидит на мне сзади. Даже если примерочная оборудована зеркалами, как например в Максмаре, все примерочные Максмары оборудованы зеркалами, которые позволяют тебя посмотреть, точнее, которые позволяют тебе на себя взглянуть в любом ракурсе, я этого не делаю. Мне кажется, что если там что-то на мне плохо сзади смотрится, ну это случайно получилось, а вот я надену и вот впереди все хорошо и, соответственно, на то, как оно сидит на мне сзади, можно не обращать внимания. Я заметила на монтаже, на стрит-стайле, на съемках стрит-стайла, что очень часто женщин сзади подводят без подкладочное пальто, то есть не брюки, не пиджак, не юбка и не платье, а именно без подкладочное пальто. Но очень часто это подводят и мужчин, не только без подкладочное пальто, вообще так называемый кабан, то есть пальто на двух рядах пуговиц, сидит на нас пальто, подводит не только на женщин, но и мужчин. И вообще, если раньше я подобные кусочки, подобные отрезки выбрасывала, что называется, не вставляла в монтаж, а потом удаляла, теперь я буду осознанно делать, как я сказала в одном из своих последних видео, мне нравится вставлять, что называется, кадры на контрасте, то есть я буду показывать людей, которые идут в пуховиках, преимущественно в пуховиках, как очень часто одеваемся все мы, когда нам не хочется по какой-то причине наряжаться, и как на фоне этих пуховиков может выглядеть он, либо она одетый элементарно в бежевое пальто. И поэтому такой прием я стану применять обязательно на стрит-стайле, и также я больше не буду показывать удачные компоновки, точнее не буду больше браковать, удачные компоновки спереди и очень неудачные компоновки сзади. Я даже получала критику по поводу таких кадров, теперь же я умышленно буду их вставлять, потому что да, это лично мне помогло осознать, что очень важно смотреть, как я выгляжу сзади, очень важно не пренебрегать этим. И повторюсь, вот из того, что вижу я сейчас, бесподкладочное пальто. Женщин очень часто невыгодно обтягивает, очень часто, и когда мы используем ремень, либо пояс, невыгодно все это смотрится в районе наших боков. Соответственно, нужно либо выбирать подкладочное пальто, либо выбирать на размер больше, чтобы создавались какие-то драпировки. Теперь я буду очень-очень внимательно смотреть на то, как моя собственная одежда смотрится на мне сзади. Раньше, если что-то на мне сидело не очень хорошо, мне казалось, что это случайно получилось. Если в примерочной были плохие зеркала, плохое освещение, не может быть так, что впереди и спереди все на тебе хорошо, а сзади как-то не очень. Вторая ошибка заключается в наличии белого ворса на темной одежде. Очень часто этот белый ворс на моих темных фельпах, на моих темных худи, на моих темных свитерах, джемперах и так далее, я, как правило, записываю видео вот в такой своей рабочей униформе блогерской, подводят и меня. Я вижу, как, допустим, остался белый ворс, просто потому что я на полке держала черные вещи рядом с белыми, вот так получилось, что в спешке положила, не придала этому значения, то есть у меня нет привычки контролировать наличие либо отсутствие белого ворса, тем более, когда я использовала какую-то белую одежду, светлую одежду, я не проверяю свою черную одежду и, соответственно, ее не чищу вовремя. И могу также сказать, что раньше очень много кадров мне приходилось браковать, потому что, ну вот, идет девушка, все у нее прекрасно, черное пальто, отличное сочетание цветов, отличные пропорции, подходит ближе, допустим, солнечный луч падает, солнечный луч обнажает все недостатки, какие только может, это такая увеличительная лупа, в особенности, если я снимаю вблизи, и я вижу, что на пальто огромное количество вот этого белого ворса, и я просто не могу пустить видео о стритстайле, о том, как стоит одеваться, чем стоит вдохновляться, вот такой образ, потому что он явно испорчен наличием этого белого ворса. Закатанная одежда. Тоже я не придавала особого значения, хотя обратила внимание на закатанную одежду первый раз, когда посетила праздник, новогодний праздник в английской школе. Я много раз рассказывала, что это частная школа, это дорогая школа, в особенности по меркам Италии, это очень дорогая школа, и меня безумно удивили мамочки, которые сидели передо мной, которые сняли верхнюю одежду в определенный момент, потому что стало тепло, и у всех у них были закатанные свитера. Эти закатанные свитера были в огромном количестве, я, возможно, в тот момент не смогла найти ни одну обладательницу нового свитера, и у меня возник огромный вопрос, вот зачем носить такой закатанный трикотаж? Этот вопрос так до сих пор остался для меня неотвеченным. Учитывая также то, что закатанный трикотаж был тонкий, мы должны понимать, что на тонком трикотаже вот эти закатанные, скатанные катышки смотрятся вообще ужасно. Слотный трикотаж, объемная вязка, прежде всего, своей фактурой нивелируют. Если что-то у нас закатывается, скатывается, мы вовремя не успели избавиться от этих кругляшков, катышков, даже не знаю, как это все можно корректно назвать. Так вот, могу сказать, что я тоже не придавала значения в определенный момент, пока не стала снимать, и пока не стала видеть, и пока не столкнулась с необходимостью, повторюсь, в своих стрит-стайлах, в своих видео о том, как стоит одеваться, исключать из монтажа, точнее, на стадии монтажа кадры, где одежда была закатана, это было явно видно, то есть все прекрасно, человек подходит ближе, камера берет ближе, и видно вот эту закатавшуюся одежду. Поэтому сейчас я стала к этому относиться внимательно. Более того, вот такие мелочи, как незакатанный манжет на выглядывающем свитере, возможно, как я люблю носить свитеры из-под верхней одежды, создают впечатление действительно от какого-то лоскового образа. Просто новый незакатанный трикотаж. Новый незакатанный трикотаж, который подвергался стирке всего один или два раза, я его теперь ощущаю, вижу на шаговом расстоянии. Если раньше, повторюсь, не придавало этому значения, то теперь я вижу, и это совершенно точно придает некого лоска образу. Имейте это в виду. Не просто отсутствие катышков, но и новый, абсолютно новый трикотаж помогут выглядеть вам очень и очень классно. И, соответственно, не совершать такую распространенную ошибку, как носить одежду. Ну и, соответственно, не совершать такую распространенную ошибку, как носить одежду закатавшуюся, когда мы хотим, чтобы все-таки наш образ считывался как образ аккуратный, элегантный, дорогой и так далее. Еще один нюанс, но на него я обратила внимание и с самого начала записи своего модного контента об этом рассказывала и говорила, что если мы используем, допустим, белую обувь, она должна быть белой-белой-белой. Не важно, сколько стоили эти кроссовки, они могли стоить 5 евро. Я много раз показывала, как на рынке я находила классную обувь, тряпичную, кеды, допустим, белого цвета. И за 5 евро я всегда рекомендовала купить именно новые кроссовки, чем носить старые за 105 евро. Почему? Потому что въевшаяся грязь, которую мы, возможно, попытались отмыть, которую, возможно, мы практически отмыли, это та незаметная деталь, которая все-таки съедает лоска у нашего образа совершенно точно. Но въевшаяся грязь, которая портит нам образ, может быть не только на спортивной белой обуви, либо на вот этой белой резинке, въевшаяся грязь может быть также и на кожаной обуви. Поэтому, если вы хотите, если вы хотите выглядеть очень-очень классно, и несмотря на то, что я всегда рассказываю, говорю, что я за простую жизнь, за то, чтобы вещи нам служили, все-таки, когда мы хотим, чтобы наш образ считывался определенным образом, мы должны позаботиться о том, чтобы обувь наша выглядела как новая. Мы должны ее чистить, мы должны ее мыть, либо, повторюсь, мы должны ее достаточно часто менять. Все, безусловно, все, безусловно, зависит от нашего бюджета, но я всегда буду говорить и буду стоять на том, что кроссовки за 5 евро, новые, абсолютно новые, надеты всего несколько раз, будут выглядеть действительно классно, стильно, модно и современно, чем кроссовки за 105 евро, но которые мы носим уже полгода. Еще одна ошибка, наверное, самая неожиданная в этом списке, возможно, с нее мне стоило бы и начать, чтобы зацепить внимание своего зрителя, потенциального, возможно, незнакомого с моим каналом, кто на это видео заглянул, это очень большое внимание придавать тому, как наша одежда сидит на нас, уделяя особенное внимание аспекту по фигуре, либо не по фигуре, борит она, либо не борит, заламывается, либо не заламывается. Если первым пунктом шло пальто, которое сзади не видно, которое, прежде всего, очень сильно обтягивает, некомплиментарно обтягивает очень многие фигуры, что мужские, что женские, здесь ситуация наоборот, я вижу, что на мне это борит, я вижу, что вот здесь у меня заламывает, я хочу, чтобы все было гладко. Я обратила внимание, что очень много одежды смотрится очень хорошо, и вот ровно столько она не очень хорошо смотрится, в статичном положении, либо когда мы двигаемся. Когда мы начинаем двигаться, делать элементарные шаги, делать, возможно, какие-то микродвижения, когда мы разговариваем в процессе диалога, одежда двигается вместе с нами. Поэтому, если мы стоим статично и видим, что здесь борит, и вот здесь борит, и, возможно, где-то юбка или платье тоже сидят не так, как мы бы хотели. Вот раньше я придавала этому огромное значение, именно тому, что заламывается, либо борит. То есть не портит меня в общем, а как будто бы сам по себе крой не для меня создан. Опять же, это очень трудно объяснить, но на итальянках я также заметила, что они покупают и носят платье, на них они классно смотрятся, так называемое платье рубашечного типа, которое всегда можно перехватить ремнем, либо оставить распущенным, надеть сверху кожаную куртку-косуху. Вот эти платья, если вы начнете примерять, если вы в особенности были увлечены ранне-осенним стрит-стайлом, если вы начнете эти платья примерять, вам они на себе, скорее всего, не понравятся. Я пересмотрела свое отношение к таким платьям, которые у меня уже имеются в гардеробе, стала их носить так, как носят итальянки, прежде всего, не закладываясь на то, что когда я стою перед зеркалом, померила на себя, смотрю, ну вот как-то ну не очень, тут не подчеркивает, а вот здесь чуть-чуть борит. В то время как в движении все эти вещи начинают приобретать свою собственную жизнь, свою собственную красоту, прежде всего, благодаря тому, что во время движения создается некое движение тканей, некие лучшие драпировки, более комплементарные для нашего тела. Обратите на это внимание, если вам что-то нравится на других, вы меряете, и на вас как будто бы это не сидит, и, возможно, одна из причин как раз-таки заключается в том, что этой вещи нужно придать движение. Попробуйте подвигаться, и если это так, соотнесите со всем тем, что вы знаете, с вашей насмотренностью. Возможно, это ваша вещь, которая в итоге все-таки поселится в вашем гардеробе и будет вас украшать. Повторюсь, моей основной ошибкой было то, что я слишком закладывалась на идеально, чтобы сидела вещь. Именно поэтому очень многие вещи теперь я могу носить, могу в них себя чувствовать классно, уютно, хорошо и стильно, в то время как буквально последние три года мне казалось, что от этих вещей мне стоит избавиться. Но еще одна ошибка, которую очень часто совершала я, которую наверняка совершаете и вы, которую периодически совершаем все мы, это отсутствие достаточной фэшн-смелости для того, чтобы носить, что здесь и сейчас нам хочется носить, чему сейчас мы чувствуем нашу фэшн-любовь, что нас зовет, например, леопардовый принт, например, любой яркий принт, либо яркий цвет, это любые аксессуары, фактурные, блестящие и так далее. Я раньше рассказывала про свои платья, любимые платья с пайетками, я люблю их очень-очень долго, я вообще, например, люблю бахрому, а также перья на одежде, но таких вещей у меня очень мало в гардеробе. Кстати, одна зрительница попросила показать мне себя в леопардовом принте, обязательно это сделаю в следующем видео, буду записывать в фэльпе, который имеет леопардовый принт, который очень долго лежал, а никак не носилось, ни на инстаграме у меня нет ни одной фотографии в этой фэльпе, потому что я себя в этой вещи не ощущала. В то время как сейчас моя насмотренность, которую я получила прежде всего, потому что я через объектив своей камеры смотрю на классно одетых людей, могу сказать, что это дало мне ощущение полной свободы, полного желания и свободы самовыражаться через одежду прежде всего, и могу сказать, что это очень-очень классно, пользоваться своей фэшн-смелостью, которая так или иначе иногда у нас просыпается. Но некие стереотипы, многие сомнения, навязанные нам изне, говорят нам, что ну вот так носить не стоит, а вот так мы оденемся, возможно, в следующий раз, будет другая погода, другие обстоятельства, будем другие мы, другая прическа, другой макияж и так далее, и так далее. Поэтому да, одна из основных ошибок, мы не пользуемся нашей фэшн-смелостью, которая зовет нас к тем или иным лукам, к тем или иным компоновкам, к тем или иным ансамблем. Не совершайте эту ошибку. Не ошибается лишь тот, кто не пробует. Все люди, которые хорошо и классно умеют одеваться, которых хочется заснять, которым хочется подойти и сказать, знаете, вы сегодня так классно выглядите, можно я вас сфотографирую? Это прежде всего люди, которые, конечно же, учились одеваться, а научиться чему-то невозможно, не совершая ошибки. Желаю вам не совершать те ошибки, которые я перечислила, которые я совершаю прежде всего со мной, но я думаю, что и очень многие мои зрители, и от которых, конечно же, можно легко избавиться, либо предостеречь себя, и от которых легко себя можно предостеречь и больше их не совершать. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.